В конце он сказал так, что предварительно продемонстрировал это самостоятельно. То есть он объяснил урок, показал, как это делается, с собственным примером, а теперь предложил ученику повторить то же самое на базе изученного урока. То есть если преподаватель не может показать, как это делается, то преподавать не может. Потому что когда экономику читают люди, которые не открыли в своей жизни ни одного предприятия, я думаю, этим людям преподавать экономику не нужно. Потому что показать им это не могут. Собственно, таким выводом я хотела закончить, что прежде чем что-то преподавать, прежде чем что-то объяснять, как Олег Викторович до этого говорил, было бы неплохо, чтобы это действительно работало. А ты в этом можешь явиться только одним способом, в общем-то, самым простым, если у тебя это работает, то есть на собственной школе. Поэтому все вот вещи, связанные с прикладной наукой, я вот долго думала, с чего, собственно, начать. Я же прекрасно понимаю, что большинство здесь присутствующих в зале, вы, собственно, большинство, не все, конечно. Вы, собственно, ни о какой науке вообще не задумываетесь. Вот начинается ваше утро, вы идете там кофе пить или еще что-то делать. Вы же не думаете о прикладной науке. Ну, кого из вас там, я не знаю, в 8-4 утра подрывают, вы просыпаетесь, нужно срочно заниматься прикладной наукой. У вас такого нет. И вот это называется продукт своей кофе. То есть в 21 веке даже мышления такого типа у человека не возникает. Почему так? Есть там масса причин. Один из коллег Олега Викторовича объяснял, собственно, это в том числе, некой тенденцией, которая является одной из ключевых тенденций современной академической науки, называется тенденция позитивистская. Позитивистская тенденция как раз так и зарубляется. Да, да. Кандидат, как говорится, кандидат, как говорится, Александр Николаевич Александрович 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 Александрович, мой коллега, близкий друг и так далее, это он. Вы смеиваете позитивистской теории, да. Я бы так сказал. Комика, позитивистская теория, да. Как вам пляски вокруг священного тела науки, наверное. Так вот, как люди от умения вообще самостоятельно выполнять те или иные задачи, добиваться того, что они хотят, собственно, поделились на тех, кому вообще, в принципе, никакая наука не нужна, и она его, знаете, совершенно не трогает. Он ни негативно, ни позитивно, вообще никак к ней не относится. Ну, она где-то там, и пусть коммунальные этим всем занимаются. А есть те, кто занимаются мукропрофессионально. Вы знаете, прямо ученые, там, с очками, со специальными, там, папками, бумажками. Они ходят в университет, они читают лекции, они пишут на работы, там, всякие научные публикации и так далее, и так далее. Когда ты открываешь эту научную публикацию, начинаешь вчитываться, ты задаешь автору вопроса, что вы, собственно, имели в виду, и получаешь на это ответ из, не знаю, там, 10 минут не о чем, собственно, ты думаешь, наверное, современная наука – это умение искусно лить воду. Так вот, понимаете, прикладная наука, она не имеет к этому никакого отношения. Если мы возьмем с вами даже банально позицию академической науки, которая оформилась еще в конце 30-х годов 20-го столетия, то совершенно четко было сказано, что наука, она одна, она называется фундаментальная. Но с точки зрения того, зачем и почему она человеку нужна, появилось разделение фундаментальных наук на науки теоретические или базовые, и на науки прикладные. Поэтому, если у вас фигура... Как Ирина Регина пишет, я небольшую ремарочку вам объясню. То есть, понимаете, опять мы возвращаемся к чему? К потребности, да? То есть, вот тогда, как то, что она говорит, потребность была жесткая. Обратите внимание на очень важный момент, который вряд ли вы тоже когда-нибудь задуманте. Есть наука государственная. Как бы обязательно наука государственная. То есть, вы должны в школу там ходить, можете в университет уже не ходить. То есть, наука государственная. То есть, у человека какой-то продукт эпохи. То есть, у вас, к вам есть требования общественные в момент вашего рождения. Ну, выглядит это приблизительно так, гадина. Чтобы через 10 лет ты умел читать, писать и хоть как-то ориентировался в общественное внимание. Все. Больше ничего. Вот раньше, вы помните, да? При Петре Первом, там, при прочих этих, к дворянским детям были тоже притензии, да? Говорит, должен уметь играть в кости, в канты, должен уметь фехтовать, должен уметь то, корабли водить там, ну, что-то. А когда Петра Первый пришел и начал вводить дополнительные требования к своему дворянскому, это вызвало что? Ну, негативный эффект. То есть, все стали сразу возмущаться, что еще должен быть. Я обучен всем дворянским наукам. В кости играю, в карты играю. Ни хрена не делаю. Сплю на печи, блин. Пряники ем, там, что еще? Со шпагой там что-то умею. Что еще-то мне надо? Остать и беру. То есть, есть общественные требования научить. Понимаете? Школу должен закончить, читать, писать должен уметь. И в естествознании хоть как-то разбираться. Знать географию, где Америка расположена, все, больше никаких требований нет. То есть, среди статистический человек должен знать вот это. Это требования общественные. Есть требования государственные. Они к вам возникают тогда, когда вы пойдете работать в государственной структуре. Понимаете, там у вас будет требоваться бумагу, а не знания. То есть, диплом должен, чтобы кто-то взял на себя ответственность, что вы этим являетесь. Ваше умение никого не интересует. Только вот вы должны подтвердить то, что они берут вас на работу и им за это ничего не будут. Потому что деньги у них нет. Прибыли никакой нет. Все дают. И поэтому распределять эти деньги можно только тем, у кого есть бумага. Понимаете? Ну, чтобы в тюрьму потом не посадили. А есть требования, так называемые жизненные. А жизненные требования выглядят так. Если все человечество поделить на мужчин и женщин, то у мужчин одни жизненные требования, а у женщин другие жизненные требования. Все. То есть, теперь исходя из этих трех требований, общественных требований, государственных требований, если вы собираетесь в госструктуру идти работать или как-то жить с этим связанным, и жизненные требования, будут складываться ваши потребности в прикладной норме. То есть, насколько вам требуется что-либо знать, чтобы что-то получили, чтобы что-то в вашей жизни было. Со структурой фундаментальной наук более-менее все знакомы. Все заканчивают школу. В XX веке это обязательно. Ранее это обязательно не было, собственно. Хотя, опять-таки, не во всех странах. Мы знаем, что есть научные гуманитарные, то есть, есть точные и гуманитарные, и естественно научные. Ну, а там они дальше уже подразделяются на семью, философскую, социологию и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все эти вещи очень легко найти и обнаружить. Берем интернет и, пожалуйста, все, что хотите. Но как только вы начинаете что-либо искать вот здесь, с точки зрения науки прикладной и практической, будет очень все скудно. Да, определенные прикладные понятия вы найдете. Например, прикладная физика, прикладная геометрия, даже прикладная медицина, прикладная социология. Но все дело в том, что прочих, собственно, каких-то понятий, да, что это такое, зачем это, кому это надо, где это, правда передает, передается, от него дается или что, этого всего нет. Так вот, всегда ли было так? Как вы видите, с точки зрения исторического анализа, мы можем четко сказать, что так было далеко не всегда. И есть определенный, так сказать, период времени, достаточно короткий, ну, сколько сейчас, 2018-1905, не так много времени прошло, если анализировать и сравнивать со всеми. Ну, в рамках даже известной истории человечества, это капля в море, так сказать. Если сравнивать вот этот маленький промежуток времени со всей общей человеческой историей, то что-то очень короткое произошло, да? Так вот, в чем суть? Вероятно, вероятно, вы могли бы предположить, что вот никуда вот эта прикладная наука, как таковая, никогда не терялась. То есть, если раньше они жили, как выживали, добивались каких-то побед, результатов, строили величественные фрамы и прочее, 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 то они же как-то это делали, за счет чего-то это делали. Но не бывает же, извините меня, в один год там миллион самородков в разных точках планеты Земля, такого бы и не может. И вот если мы сегодня ничего об этом не знаем, так, может быть, дело не в том, что мы великие, а там глупые, может, все как раз-таки с точки зрения наоборот? Ну, давайте пример я вам приведу, чисто практически. Камру Пятку. При восшествии на испанский престол необходимо было завоевать сердце испанского дворянства. Как вы понимаете, он не испанец. Он фламанец. И даже пришел он со своими рыцарями, немецкими и сицилийскими, в тот момент времени к испанскому двору, женился на дочери испанского дворянства. Тот добровольно уступил ему престол. Но при этом, при всем, сидит испанское дворянство, эти и дойко, и смотрят, и говорят, это кто? И Карлу Пятому нужно было в кратчайшее время научиться быть испанцем. Во всех смыслах этого слова. И завершил он это победоносно. Он вышел один на один против быка на кориге. И когда он убил быка, все испанское дворянство воскликнуло. Это испанец. Это наш король. Но как Карлу Пятому удалось за короткий промежуток времени превратиться в испанцев и возглавить испанскую будущую колониальную империю, это просто нет. Если не вспомнить, венецианское прошлое господина Карла Пятого, как мальчик в двадцать лет, совершенно странным способом возглавил Римскую империю. Когда на престол претендовало практически десять его родственников. По которым умерли все при выясненных обстоятельствах. И молодой парень, которому двадцать лет, с очень плохой наследственностью, с головой у него было совсем нехорошо. Потому что при таких родственниках у него, что Карл смелый, что Карл великий, как бы тот один был вообще отморозок просто. Вы его знаете по фильму Квантин Дорман, Карл Бургутский, как говорят, он был вообще отморозок просто. Он был смелый даже по средневековым меркам, отчаянный настойка. Ну это вот, знаете, король-рыцарь, как бы вот эта, знаете, мечта подданных, мечта государств. Ведь вы же помните, при всех этих сумасшествиях, которые творились в голове Карла Бургутского, он был любим своими подданными безумно. Они обожали своего короля просто. Почему? Помните, что сказал Коэн Тендор? Я бы охотно служил государю, которым первый в бою на поле. А ваш, Людовик, на коня садится, только готов, чтобы переехать из крепости в крепость. Не уважали таких людей никогда, которые сам ничего не могут, сам свою жизнь люди рискуют, а чужие жизни подставляют. Понимаете? Не любили во все времена таких людей. Вспомните Ричард Дальвийное Сердце короля Британии. Ведь при всех, Ричард Дальвийное Сердце был мужчина свиребный и так далее и тому подобное. Но Британия его обожает посидеть и считает лучшим королем всех ребенков и народов Британии. То есть ему поклоняются как иконе. Почему? Да потому что вместо того, чтобы подставлять чужие головы, он подставлял свои. Поэтому такой идеальный король, он редко. Так вот Карл Пятый был как раз таким королем. То есть когда человек на протяжении тридцати лет, как говорят, у него были большие проблемы с ногами, в старости. Ну как? Врачи конечно все делали, что необходимо. Он с палкой ходил, но он тридцать лет не вылазил из седла. Тридцать лет, вдумайтесь. Вот что такое король Испании. Тридцать лет. Он говорит, что Бог ничего не делает. Он мог сидеть в Матриде на престоле и он тридцать лет не вылазил из седла. Он говорил, что в моем королевстве никогда не заходит солнце. Настолько оно велико. И обратите внимание, за все время колониальных войн Испании ни одного расстанет. Ни одного революции. Ни одного недовольства, что Испания завоевала какую-то территорию. То есть все люди счастливы, что они под протекторатом Испании. Почему? Потому что когда они проигрывали войну и становились частью Испанской империи, они были не тобой. Но когда они смотрели на их нового короля, а он умел завоевывать сердца людей. Именно завоевывать. Они понимали, что это прекрасно, что у нас такой король. Прекрасно. Потому что были до этого те, кто были до этого. Они ничего народу и всего остального не давали. И только себе брали. А этот ничего себе не брал. У короля Пятого же ничего не было. Вы посмотрели бы на его резиденцию в Плево. Да, это королевская резиденция. Да, она красивая. Но рядом стоят дома и натворяне, которые в два, в три раза больше королевской резиденции. Вы понимаете? Ну вот король-рыцарь, это земля, постель, а небо покрывало. То есть это человек, у которого ничего нет. Вообще ничего нет. То есть у человека ничего не было. Кроме власти, безграничной, ничего не было у короля Пятого. И вот таких государей обожали в Европе в свое время. Да. Ну это пример. То есть вот вам требования прикладной донки. Очень быстро стали испанским королевым. То есть а как это сделать? Ну если не было бы венецианского прошлого у Карла Пятого, не было бы сицилийского прошлого, то он никогда бы не стал. То есть, а научили его хорошо. Научили его хорошо. Воспитывали его прекрасно. И те учителя, которые у него были, они научили так, что он, во-первых, шиф остался дома и умер своей смертью. В стольких битвах, в стольких сражениях. Во-вторых, видите, он смог покорить сердца и испанского дворянца, и армию перевооружить, и новые технологии ввести и так далее. Все это встречало жесткое сопротивление самого дворянства. Но при этом Карл Пятый как-то справился с этой задачей. Если вы посмотрите на это все, вы поймете, сколько знаний нужно было иметь, чтобы это все сделать. Начиная от управления флотом и заканчивая всем остальным. То есть человек должен быть энциклопедически образован. Понимаете, энциклопедически образован. А, к сожалению, сегодня подобного рода правители, я не имею в виду, да просто, я же когда я буду правителем, я кого угодно, когда забиваю, директор предприятия, я не знаю. То есть подобного рода правителя, они что? Редко. Потому что все сведено к чему? К функциям. Тебя поставили, я не кукарекаю. Отдавай приказы какие-нибудь, и будь любезен, чтобы были деньги. Вы вообще не разговаривали, я со мной просто неси в неделю, и все, да. Приблизи так, был чудак, который у нас один такой, который кричал, почему в пять часов вечера, почему вы не принесли мне мои деньги, как бы, да. Ну, одно предприятие, второе было бы закрой, как вы понимаете, да. В таком подходе, да, к своему подчиненному, никто никаких денег никуда носить не будет. Это естественно. Продолжайте. Говоря ненаучным языком, собственно, я так могу сказать. Совершенно субъективно. В определенный момент времени я тоже ни о какой науке не задумывалась. Я прямо честно могу сказать, я как надумываюсь. Мне тогда был 21 год, я была очень классная такая девочка, я знала, что мне в этой жизни делать, что все вот эти вот товарищи, они не сильно много в этой жизни соображают. Два красных диплома, полгода жила в Америке, короче, все в порядке там. Я говорю на нескольких языках, точно в жизни не пропаду, как говорила моя бабушка. И уж я, конечно, любила учиться и так далее, и так далее, и так далее, но все-таки красный диплом был у меня не просто так, и действительно всегда была охоча до знаний и работала в этом направлении. Честно, скажу правду, честно заработали на диплом. Честно. Не купли, заработали. Да, ну то есть, ну в каком-то плане меня даже психом называли, потому что он только псих садился в библиотеку в университете, когда все гуляли, да? Открывал учебную крамеру и самостоятельно учился перемножать матрицы. При этом при всем при том, что ключевое мое образование переводчик. Ну вот есть такой складок. Так при том при всем, я не знала о том, что существует какая-то наука. У меня даже не было категории такой, как прикладная наука. И узнала я об этом, как обычно, совершенно, скажем так, в ситуации, в которой я вообще не ожидала, что речь пойдет о какой-то прикладной науке. Все произошло достаточно банально, как наверняка происходит у большинства людей. В определенный момент времени произошла встреча с совершенно конкретным человеком, в котором я сразу поняла, что он на триста головы выше, чем я, но типа, что нельзя сразу подавать, да? Так вот, ставят мне задачу. Говорят, сделаешь? Я говорю, да, конечно, что я не сделала. Я столько всего делала и на ось, и на русской, и на нерусской, точно разберусь. И вот простой, вот вообще, самый простой вариант. Вот тебе задача, вот тебе неделя на выполнение. Помочь надо? Нет, не надо. Точно справишься? Сто процентов справлюсь. Ты уверен? Абсолютно это сейчас все сделаем. Вообще, не волнуйтесь, наблюдайте реализацию. И вы знаете, проходит неделя, и ничего не получается. И ты сидишь, вот так вот думаешь, да, а что не так, собственно? А ведь совещание происходит, да? Нужно результаты докладывать. Нужно же как-то вообще что-то делать в этой жизни. И вот здесь началась вот лично в моей жизни просто какая-то колоссальная ломка. Сижу и думаю, какая же я, однако, дура набитая. Десять лет я пахала в школе, пять лет я пахала в университете. У меня было четыре сессии в году, потому что училась я и очной изоляции. И я сижу и с простой задачей справиться не могу. У меня это так, вы знаете, задело конкретно, что я решила по-хорошему основательно разобраться. Как вообще в этой жизни обстоят дела? Как так получилось? Ну вы же понимаете, что история на самом деле не нова. Каждый ее переживает по-своему. Кто-то больше, кто-то меньше. У всех у нас есть ошибки, неудачи и так далее. Но один мудрый человек задал мне один простой вопрос. Ира, прежде чем вот это делать? Ты вообще подумала, что ты использовать будешь? И сижу я и думаю, для меня эта формулировка, она была, знаете, как какой-то гром из ясного неба. Что? Я буду использовать. А я что, еще что-то использовать? А еще можно что-то использовать? Я? Сейчас мы придумаем, что я буду использовать. И села Ира думать. Графики себе чертила, там, треугольнички и так далее, и так далее. Чертила и выбрасывала, чертила и выбрасывала, чертила и выбрасывала. Я перебрала все, что я знала. Начиная от высшей математики и заканчивая, извините меня, бирбистикой. И я не нашла ответ на вопрос, что я буду использовать, чтобы, извините меня, за 24 часа заработать 100 долларов. Вот просто. Ведь большинство людей, в том числе присутствующих здесь, считает, что деньги в бухгалтерии появляются автоматически. Ты приходишь туда 25-го числа, там у дамочки такой станок, она нажимает кнопки, и тогда купюрки такие умальные, вылетают. Она их собирает, говорит, спасибо вам, не дарзает и куп. А тут выяснилось на самом деле, что никакой у вас ставка нет. И бухгалтера такие же, извините меня, идиоты. И они умеют только 9 с кредитом сверять, и они точно так же ничего о деньгах не знают и понятия не имеют. Деньги это один из примеров, но пример достаточно дохочевый, потому что... Ну вот смотрите, видишь, я перебью, я вчера тоже своим коллегам объяснял, которые там работали в продажах и так далее. Но ведь это же полный идиотизм, учить человека бороться с возражениями клиентов. Как это можно делать? Вот смотрите, если человек никогда не занимался фиктованием, если он никогда не занимался рукопашным воем, если он никогда не занимался футовоинской системой, тогда он, может, точно не понимает. Но если движение короче, чем то, что ты делаешь, то оно быстрее, то есть тебя убьют раньше, чем ты сделаешь это движение. То есть мне нужно тебе сказать только одно слово, нет, ну не хочу. А ты должен сделать какое-то действие, чтобы я захотел, если я начну бороться с возражениями просто. Вы что, не понимаете этого? И их учат на тренингах этому, но ведь это простая физика. То есть скоростная характеристика движения любого лингвистического, она, если короче то, что вы делаете, то вы проиграли уже. Чтобы продемонстрировать это, мозгов много не надо. Если я возьму меч громадный и мне нужно все тело, чтобы его поднять и ударить этим мечом, то мне придется сделать что-то вроде вот этого, вот этого. А у человека в руках легкое оружие в виде рапира, и он сделает кистью вот так, то пока я буду совершать вот эти три действия, он просто сделает кистью вот так и закончит. Это то же самое, один в один. И когда люди начинают бороться с возражениями, с чьими-то, что-то как будто объяснять, и что-то еще хотят от этого человека, то он будет просто послан и нагляд. Понимаете, неужели это не я? Ну по этому поводу целой книги написано, как это делать, то есть каким способом себя убить. То есть книга о том, как сделать так, чтобы ничего не заработал. И это идиотизм полный как бы, ну это библиотеки книг о том, как себя убить, понимаете? Написано и профессорами. Профессорами, гарвардской школы бизнеса. Я когда говорю, ребята, что вы хотите сделать? Вы хотите кого-то убедить или с кого-то побороть? Если кого-то побороться, вам ничего не получится. Почему? Да потому что вариативность предложения на рынке такова, что вас просто пошло на хрен. Этот товар не является таким редким и нужным. Таким, как хлеб, например. То есть, хочешь не хочешь хлеб, ты будешь покупать для того, что... А вот компьютер за пять тысяч долларов в этой марте, ну не обязательно за пять. Могу за три купить, могу за две. И поэтому как только вы мне начали рассказывать, что я плохой, что я, так сказать, не прав в чем-то, Я просто разворачиваюсь, перехожу на следующую сторону, захожу, как американцы говорили, все время голосования в сторону другого производителя, да? Разворачиваюсь, перехожу на руку, захожу на другую, вижу этот же компьютер за четыре тысячи вместо пяти, покупаю, там мне еще соску какую-то дадут в подарок. И все. Вот вы потеряли шесть тысяч долларов, только потому что стали со мной бороться. Потому что у вас нету мозгов. Вы физику в школе не учили. Вы левитами учили. Но ведь этот персоналу кто-то объяснить должен. А этого никто что? Не объясняют. Наоборот. Объясняют, другое надо делать. Нужно бороться с возражениями Глента. Зачем с ними бороться? А мне кажется, что нужно так поставить сразу ситуацию, чтобы не пришлось бороться с возражениями. Чтобы Глент в вас нуждаться стал. Чтобы превратиться в помощника его, а не в контрапонента. Но, к сожалению, этих вещей никто не понимает. Понимаете? Я вот только что простой пример. Что тома написаны по этому поводу, и когда человек начинает работать, реально приходит на предприятие, ему говорят, ну надо контракты заключать, ты же понимаешь, нужны потребители. Он говорит, все, начинают заключать контракты, шаги к клиенту, расписали рабочую процедуру, начинаем идти по этой рабочей. Ты никогда не задумался, что любое линейное действие уперется в препятствия. Что? Показываю. Вот я встаю. Иду прямо. Видите, что он там. Любое линейное действие встречает препятствия. Это написано в учебнике физики седьмого класса. Если вы применяете рабочую процедуру, вы никогда не решите вопрос, неужели у вас будет миллион препятствий? Алло, а Василий Васильевич на месте? Нет, Василий Васильевич, вы через неделю. Понимаете? Вы всегда будете упираться в препятствия. То есть это простые вещи. Но так устроено сегодняшнее объяснение того, как это нужно делать. И по этому поводу тоже написано массово книг. Понимаете? Вот о чем речь. Видите, в чем разница между знаниями прикладной науки и тем, что написано в учебниках, которые хотят, чтобы вы умирились с головы. Понимаете? Эти все учебники о том, как умереть с головы. Понимаете? Или как не купить себе юбку. Понимаете? Эти все учебники о том, как это нельзя сделать. Так точно. Именно этот простой вывод, он меня и сразил на повал. Было мне тогда 21 год. Я, собственно, очень хорошо обладала этот день, что оказалось, что не все, что написано, это золото. И не все, что написано, стоит вообще в это вчитываться. Более того, имея все-таки кое-какую практику, так сказать, проживания и имения дел с теми, кто эти учебники пишут, я вам так могу сказать. В Америке вообще все на самом деле достаточно просто. Там все прекрасно отдают себе отчет, что имеют они дело с идиотами. Может быть, вот так напрямую в лицо они тебе не скажут? Или просто не скажут? Сто процентов вам в лицо этого не скажут. В лицо они вам будут улыбаться, говорить, как у вас дела? How are you doing? How are you feeling? Oh my god, I'm dead. Но на самом деле в Америке совершенно иное убеждение. Не важно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь. Там искусство презентации и самопрезентации это номер один. То есть, если ты классный презентатор, но при этом полный идиот, это хорошо. Это еще одно, знаете, аллогичное утверждение, которое существует. Не важно, что ты знаешь, не важно, что ты умеешь рассказывать, важно, что ты можешь показать на холодном. Вот сейчас, здесь и сейчас. Вот ты на самом деле настоящий. А, извините, сесть, книжку почитать, подготовиться и сделать какой-то доклад, это дурак любой способен. Понимаете? Но при этом от теоретизации на доске, количество денег на расчетном счете не изменяется. Понимаете? Поэтому важно, что ты можешь, а не что ты знаешь и так далее. Это тебе надо знать, чтобы потом уметь. Это твои проблемы, знаешь ты или нет. А смотрят только на то, что умеешь. Потому что, когда вы приходите за помощью кому-то, вас не интересует, что он знает. Вы взлетите в какой-то вопрос, он способен мне помочь, человек или не способен. Все, больше ничего. А вот это слово запрещено в науке. Какая-то величество уметь. Вот это. Так вот этот вопрос, что вы на самом деле способны, что вы на самом деле можете сделать, он является ответом на то, что вы себе представляете. И по сути, собственно, жизненные вот эти категории, как говорится, я знаю и я умею, обычно человек сегодня руководствуется ими. Так, то есть, я знаю то-то, то-то и то-то, не знаю кто-то и того-то. И чаще всего люди именно упираются в категорию знаний. Они говорят, вот, там недодали, недознали, не туда пошел учиться. Вообще, маму с папкой отправили, я бы с удовольствием вообще другим каким-то делом занималась. То есть, все обычно оправдываются тем, что они чего-то не знают, не узнали и так далее, и так далее. Вообще никогда не слышала, чтобы человек говорил, я не способен. То есть, вот даже вот в этой дебильной форме, извините, так получилось, он не говорит, что он не способен. Все говорят, что он чего-то не знает. Так вот, вот это отсутствие способности, отсутствие навыка, отсутствие умения, вот это отсутствие, оно пропагандируется и массируется на протяжении последних сотни лет. Потому что вот до этого очерченного периода, такого не было. И лучшая модель прикладной науки, это все-таки именно фехтование. Это лучшая модель, которая показывает, и как она победит прикладная наука, и зачем она нужна, и тем, что тебе по-любому придется столкнуться с встречной на тебя идущей скоростью вот этого оппонента, который определенно хочет тебя убить. Обратите внимание, ведь как бы мы с вами не теоретизировали, существует на самом деле всего лишь две категории, которые случаются с нами. Это ситуация, которую вы называете ситуацией, и человечек. Да, то есть других категорий нет. Просто их две всего. То есть вы можете это все раздуть до учебника, но все равно придете к двум компонентам. К терминалу, с которым вы имеете дело, или ситуацию, в которую вы попали. Или ситуацию, которую вам создали, или вы создали, или вы, который собирается что-то сделать, а кто-то является вам другом, или оппонентом, или еще чем-то. То есть мы могли уметь либо с предметами, либо с объемами. Ну, как бы вопрос. Других вариантов нет. И, собственно, в жизни вы так и говорите, да? Вы кто приходите за советом, да, или у кого-то помощь попросить? Хотя еще что-то попросить, надо снизить до этого, да? Вы же так обычно и говорите, я попал в такую ситуацию, да, или ситуация обернулась каким-то боком, там, или еще что-то. Или, вы говорите, да, вообще не ожидал от него такого поступка. Или как она могла, как он мог, там, и прочее, и прочее. То есть либо будет вот он, она, да. Кстати, в современной науке появляется третья категория. Она называется ОНО. Даже в анкетах уже в Америке появилась, в Южных Штатах. Те, кто не определился, он или она, они пишут ОНО. Это значит, я рассматриваю оба предложения. Так вот, либо мы имеем дело с терминалом, да? То есть с человеком. Либо мы имеем дело с ситуацией. То есть с неким положением вещей. И положение вещей, по сути, у нас вот такое. Все, что сегодня существует, это теоретически не кислоты. То есть мы можем с удовольствием и очень легко быстро узнать, там, расстояние до Луны. Кто сколько раз туда летал или не летал, зачем, а почему. Но если вы начнете вбивать просто в интернете, там, как сделать? Как сделать? Как стать способным? Что такое способность? В этом вообще не найдете. То есть если мы рассмотрим человека, как вот некую чашу рисов, да? И вот здесь будут наши знания, и вот здесь будут наши способности. То, по сути, мир сейчас развернут вот так. Вот здесь, мол, знания, пожалуйста, полный арбуз. Берите, ешьте, как хотите. А вот этого нет. Или есть. Так вот в этом вся соня. Что еще с 1929 года, точнее до 1929 года, вот эта чаша рисов, она была развернута вот так. Люди прекрасно знали, что есть и знания, и способности. Помнили уроки имперской России и прекрасно понимали, что одно неверно сказанное слово может довести тебя до дырки в голове. От пули твоего противника. А сейчас мы вот этого всего не видим. Ну да, раньше было просто, да? То есть, если человек не унимался, да, ему просто присылали секунд-латку. То есть, как это было, для того, чтобы его умерли. И тут человек, у него вариантов было два. Либо извиняться публично. Тогда нельзя было по Российскому дуэльному кодексу организовывать дуэль, если он публично извинился и раскаялся при всех, так сказать, ну там, парни при офицерском собрании, при всем нужно было извиняться. Либо защищать свою точку зрения. С оружием в руках. И это не всегда была шпага. И сам при этом мог быть и пистолет. Поэтому, знаете ли, вот Пушкин дозащищался в свое время. Доигрался. В эти игры шестая доля по счету и труд. Понимаете, да? Фортуна отвернулась от великого поэта. Поэтому, по-разному. Хотя, вроде бы, он был оскорбленный. Поэтому, знаете ли, вы могли бы сказать, Олег Игоревич, оно не совсем так, как Ирина Игоревна говорит. Да, то есть, у нас же есть понятие навыков, да? Да. А мы говорим, когда мы читаем определение навыка, о чем речь идет? Вы, пожалуйста, откройте слова. Когда мы навыков рима, мы имеем дело с нейрофизиологией. То есть, с вашим телом. Вы должны что-то уметь. То есть, речь идет о том, что вы умеете что-то руками и ногами, да? То есть, а не головой. Понимаете? То есть, это разные вещи. Когда сегодняшний человек читает определение навыка, он говорит, умею копать огороды, умею там... То есть, это, речь идет о физической активности. Ну да, вот определение. Навык и деятельность, формированный путем повторения и доведения до автоматизма. Да. То есть, по сути своей, чтобы что-то повторять, нужно что-то делать, да? То есть, по сути своей. Поэтому, когда речь идет об интеллектуальной работе, потом работа у навыка исключается. То есть, как таковая. То есть, если вам нужно решить практически задачу конкретную в жизни, ну, например, заплатить за квартиру, да? То есть, как бы, то вы сразу начинаете бегать и что-то искать. Вместо того, чтобы решать задачу, да? То есть, как бы, вот. Поэтому, здесь такая ситуация, что навык, он вроде как бы и есть, но его вроде как бы и нет. Да, то есть, как бы, потому что мы имеем дело с физиологией, так сказать, с мышцами, с костями и так далее и тому подобное. И, в общем-то, если мужчины еще как-то на это реагируют корректно, то женщины все на подобного рода навыки реагируют некорректно. Потому что они считают, что они не лошади, не предназначены для того, чтобы переносить тяжести и прочие и прочие вещи делать, да? То есть, поэтому они сразу говорят, что вы свои навыки передайте вот противоположенному Богу. После того, как они копают огороды, выносят на нам эти ковры и выливают их на снегу там и так далее и тому подобное. Уж точно я не предназначен для того, чтобы носить это все, да? Поэтому все навыки человека сводятся к нескольким очень простым операциям. То есть, считается, что женщина должна уметь убирать и готовить. Это достаточно смешно в 21 веке, но факт остается фактом. То есть, когда человек говорит о женщине, он сразу подразумевает, не готовить, не даю. То есть, это домработница, сто процентов. Другого быть не может, третьего не дано, понимаете? А когда говорят мужчина, он должен деньги зарабатывать и защитить, в нужную минуту помочь. Все. Тоже два навыка там, два навыка там. Больше навыков в современном обществе якобы не надо. Но обратите внимание, что это не так. Все мы меняемся местами и все мы попадаем в разные ситуации. У нас есть дело с разными людьми, у нас разные потребности, разные желания и разное представление о будущем. Понимаете, да? То есть, для того, чтобы воплотить свое будущее, иногда нам приходится делать то, что вроде как бы нам не свойственно. Потому что за нас делать не кому. Понимаете? Вот такая вот ситуация. Ну и такой еще момент, да? Если мы говорим о фехтовании и прочее, прочее, не нужно думать, что это был удел исключительно мужской части населения, да? Если мы посмотрим уроки истории, то выяснится, что дамы тоже полюбляли это дело. И дуэли были, и на шпарах, и на рапирах. Если это особенно касается Европы, да? Если говорить о истории Российской империи, то почитайте, опять-таки, до 1917 года, каждая уважающая себя дама, тем более, если она аристократка, браунинг-то сучки с собой носили. Да, в Российской империи, если ты была порядочная женщина, если ты была порядочная женщина, за тобой не было никаких проблем, то ты просто приходила в магазин, писать и ходила. Вот это браунинг, мне дайте, пожалуйста. Владелец магазина говорила, мадам, попейте кофе. Попейте кофе, здесь посидите. Вот вам журнал французский посидите. Пять минут мы все оформим. Олег, полицейское управление, так точно. Тут у меня мадам такая-то сидит. А у вас там никаких претензий к мадам какой-то нету? Он говорит, сейчас посмотрим в картотеке, через 15 минут перезвоните. Нет проблем. Положил эту трубочку. Опа, нет такой, никогда не привлекалась, никогда нет. Але, але. Такая мадам не значится у нас в картотеке. Он говорит, отлично, спасибо вам большое. Назовите, пожалуйста, фамилию вашего лечащего врача. Он говорит, господин такой-то. Его телефон такой-то, такой-то. Покрутили ручку. Але, але, врач такой-то. Ваша пациентка, так точно моя. Что у нее с головой ему? В порядке все? Ну, насколько это возможно у женщины. Все в порядке, да? А, все в порядке, отлично. Мадам, заворачивайте браунинг. Вы стали счастливым обладателем. С вас 200 рублев. Да, просто шик-шик-шик. Браунинг в коробочке забрала, в сумку положила и пошла. И потом домой пришла, распаковала, зарядила, для предохранения поставила, в сумку положила и пошла себе гулять по Санкт-Петербургу, по Москве или Бакину. Понимаете? То есть, раньше в Российской империи любой пистолет можно было купить в течении 15 минут в любом из оружейных магазинов. Свободно. Разрешение на это не требовалось. Никакого. Вот такие свободные были нравы. В тот момент, 200 лет только. 200 лет. Ну, револьверы чуть раньше появились. Помните, первый автоматический пистолет Браунга 1900-х год. То есть, это как бы 1-9-0-0 как бы. Это, по сути своей, тот Браунгаз, которого убили потом, в последствии, главу партии большевиков Ленина. Помните, да? Вроде, как бы, Каплана, которая в минус 5 была зрения, которая не могла себе даже в весов попасть, как бы, да? То есть, она убила как бы Ленина. Ну, да ладно. Как говорит история, пусть будет. Ну, конечно, ты его убил. Ну, только его не убили, его ранее спокойно. Вот. Ну, как бы, смысл заключается в том, что раньше эти вещи, ну, были вообще доступны, понимаете? Это для любого человека. И никто не говорил, что нужно изрубировать право на наношение оружия этому государству, да? То есть, вы понимаете, в обществе, где люди имеют право носить оружие и стрелять в негодяя, как бы, это общество очень-очень-очень доброе и хорошее. По причине того, что тут все себя стараются вести такой способ, чтобы не получить пулю. Вы знаете, это очень хороший сдерживающий фактор, да? Вот. И, безусловно, как вы видите, в Техасе свободное ношение оружия совершенно. Вы дробовик вообще можете купить за 200 долларов просто в супермаркет заехав, то есть, не только показав права. То есть, это три минуты. Но обратите внимание, в Техасе никто друг другу не стреляет по причине того, что у всех такой же дробовик лежит на заднем сиденье. Потому что, если выстрелишь ты, выстрелят в тебя. А в Техас тебя, этот штаб, где сохранена смертная казнь по сей день, то есть тебя просто сажарят на электрическом суде, как бы, если ты убьешь кого-то. Поэтому, от того, что люди носят оружие, преступность, наоборот, до спада идёт, а не поднимается. И это давным-давно доказано социологией факт. Там, где есть свободное ношение оружия, преступников практически нет. Есть хулиганы. Но хулиганы разбираются, вы знаете, голыми руками между собой, как вы. Они бьют морды друг другу. И исключительно друг другу. Не кому-то, а именно лично друг другу, по причине того, что они собрались хулиганить вдвоём. Это им надо разбираться между собой. И вот это вот, Билли, запиши 20 долларов на мой счёт, помните, да? Человек с Бульвара Капуццова. Это вот в периметре происходит. Это никого не касается. Только этих пацанов, которые тут выясняют отношения, понимаете? Вот там вся суть. Поэтому, если вы смотрите в Техасе, я недавно, например, в Техасе забирал документы. Свои, как бы, наконец, когда я их получил. Так вот, я не видел ни одного человека, который хочет причинить им вред. Где бы только ни было, и в ночных клубах, и, понимаете, там, ну, люди никогда не ожидали, что мы приедем в Техасе, поэтому, блин, они были в таком, ну, трепетном восторге, что они нас возили везде. То есть, если бы нам понравилось, мы приехали ещё раз, как бы, да? Мой друг, как бы, возил нас там по всем злачным местам, и там, кормил нас вот такими стейками и так далее и тому подобное. Вот это единственное место, кстати, в Соединенных Штатах Америки, как мне, видится, где можно вообще поесть, потому что в Нью-Йорке есть нечего. То есть, типа, вот, я не шучу, вообще ничего. Я не знаю, где там живут, и что они едят. Ну, нет, нет еды. То есть, я не знаю, что есть едят в Техасе. Ну, для меня загадка какая-то. Ну, просто то, что там существует, едой назвать нельзя. Да, то есть, мы это не едим. Ну, то есть, я не знаю, может вам нравится сваржа, конечно, но мне не нравится, я хочу мясо какое-то. То есть, как бы, ни один мужик, в принципе, вряд ли бы согласился на такой рацион питания. Да, то есть, а у них там, ну, знаете, печенье с мороженым. Ну, то есть, в нашем мужикате не накопишь печенье. Это так, разбяться, так сказать, некоторое время. Ланч, да, какой-то с кофем, да. Если уж говорить о серьезных вещах, то надо подойти же серьезно к вам. У них этого всего нет. Ну, они все едят. Ну, ладно. Продолжайте, наверное, хотя давайте, наверное, мы сделаем эти 10-ти минутный перерыв, потому что мы уже 2 часа работаем. Да, мы сейчас доску как раз подготовим, как было. Перерыв весь минут. Угу. 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 Продолжение следует...